Всем привет! Сегодня я предлагаю вашему вниманию статью исследования русского советского писателя, лингвиста и филолога-публициста, переводчика, члена Союза писателей СССР Льва Васильевича Успенского. Самая удивительная буква русской азбуки. Сейчас вы удивитесь. Раскройте томик стихов Александра Сергеевича Пушкина на известном стихотворении «Сквозь волнистые туманы». Возьмите листок бумаги и карандаш. Подсчитаем, сколько в четырех первых его четверостишьях содержится разных букв, сколько А, сколько Б и так далее. Зачем? Увидите. Подсчитать легко. Буква П в этих 16 строчках появляется 9 раз. К 7 раз. В 6. Другие буквы по-разному. Буквы Ф нет ни одной. Ну и что же? Возьмите более объемистое произведение того же поэта. Песень о вещем Олеге. Проведите и здесь такой подсчет. В песне около 70 букв П. 80 с чем-то К. Более сотни В. Буква Ф и тут не встречается ни разу. Проделаем тот же опыт с чудесной неоконченной сказкой Пушкина о медведе, как весеннюю теплую порою. В ней также 60 букв В, еще больше К и тем более В. Но буквы Ф и тут вы не обнаружите ни единой. Вот это уже становится странным. Что это, случайность? Или Пушкин нарочно подбирал слова без Ф? Не стоит считать дальше. Я просто скажу вам. Возьмите сказку о попе. Среди множества различных букв вы Ф не встретите, сколько бы ни искали. Перелистайте Полтаву, и ваше удивление еще более возрастет. В этой великолепной поэме около 30 тысяч букв. Но ни в первой, ни в третьей, ни в пятой тысяче вы не найдете буквы Ф. Только прочитав 4-5 страниц из 15-ти, вы наткнетесь на нее впервые. Это встретится вам на 378-й строке Полтавы в загадочной фразе «Во тьме ночной они, как воры, слагают цифр универсалов». Универсалами на украинском языке этих дней именовались гетманские указы, а цифр тогда означало то, что мы теперь называем шифром, тайное письмо. В этом слове и обнаруживается первая буква Ф. Дочитав Полтаву до конца, вы встретите ее еще два раза в одном и том же слове. «Гремит анафема в соборах, раз в год анафемой до ныне, грозя гремит о ней собор». Анафема значит проклятие. Изменника Мазепу проклинали во всех церквях. Таким образом, среди 30 тысяч букв Болтавы мы нашли только три Ф. А П, К или Ж? Да их там безусловно сотни, если даже не тысячи. Что же, Пушкин питал явное отвращение к одной из букв русского лафавита, ни в чем не повинной букве Ф? Несомненно, это не так. Изучите стихи любого другого нашего поэта-классика. Результат будет тот же. Буквы Ф нет ни в когда волнуется желтеющая Нива Лермонтова, ни в Воронье лисицы Крылова. Но что же, она ненавистна и им? Видимо, дело не в этом. Обратите внимание на слова, в которых мы нашли букву Ф в Полтаве. Оба они не русские по своему происхождению. Хороший словарь скажет вам, что слово «цифра» проникло во все европейские языки из арабского. Недаром и сами наши цифры именуются, как вы знаете, арабскими. А анафема – греческое слово. Это очень любопытный для нас факт. В пушкинской сказке о царе Салтане буква Ф, как в Полтаве, встречается три раза. И все три раза в одном и том же слове. Флот. Но ведь и это слово не русское. Оно международного хождения. По-испански «флот» будет «флота», по-английски «флит», по-немецки «флот». Все языки воспользовались одним и тем же древнеримским корнем. По-латыни «флюэре» означало «течь», о воде. Обнаруживается вещь неожиданная. Каждое слово русского языка, в котором начале, на конце или в середине пишется буква «ф», на поверку оказывается словом неисконно русским, а пришедшим к нам из других языков, имеющим международное хождение. Так «фокус» означало «очак», еще в Древнем Риме. «Фонарь» по-гречески значит «светильник». «Кофе» заимствовало от арабов. «Софьян», «тафта», «софа» пришли к нам из других тюркских стран Востока. То же и с нашими именами собственными. «Фока» значит «тюлень», по-гречески «федор», точнее «феодор», «теодор», «божий дар» на том же языке и так далее. Просмотрев любой хороший словарь русского языка, вы отыщите в нем буквально десяток другой таких слов с «ф», которые встречаются только в русской речи. Да и то, что это за слова? «Фыркнуть», «фукнуть» — явно звукоподражательные образования или искусственные. И в большинстве своем тоже звукоподражательные, выдуманные слоечки вроде «фуфлыга», «фигли-мигли», «фаля», «фуфаней». Такого рода слова можно изобрести на любой звук, какого даже и в языке нет. «Дзэкнуть», «кхэкнуть» и тому подобное. Вот теперь все понятно. Великие русские писатели и поэты классики писали на чистом, подлинно народном русском языке. В обильном и богатом его словаре слова, пришедшие издалека, заимствованные всегда занимали второстепенное место. Еще меньше среди них содержащих в себе букву «ф». Так удивительно ли, что оно встречается так редко в произведениях наших славянских художников слова? Не верьте, впрочем, мне на слово. Разверните ваши любимые книги и впервые в жизни перечтите их не с обычной читательской точки зрения, а так сказать с языковедческой. Присмотритесь к буквам, из которых состоят слова этих книг. Глядитесь в них. Задайте себе, например, такой вопрос. Те из слов, которые начинаются с буквы «ф». Таковы ли они, как и все другие? Или им тоже свойственна какая-нибудь особенность? Редкость буквы «ф» в нашей литературе не случайность. Она – свидетельство глубокой народности, высокой чистоты русского языка у наших великих писателей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...